Айрон Спрингс Аризон, друзья. Через 7 месяцев после смерти старика Клэнтона. Это зов Хуареса Ганс Лингер, друзья. Меня по-прежнему зовут Брейн, и мы проходим это дело. Значит, Джонни Ринго, по-моему, наша сегодняшняя цель, которую надо найти на лесопилке. Кстати, очень все грамотно сделано. Поляки! Ну, несмотря на то, что это поляки, все выглядит довольно-таки добротненько. Ну что, помчались? Будем смотреть. О, первый наш клиент. Умри, окаянный! Прямо в щи тебе прописал я. А чем именно Джонни Ринго так вывел вас? Вот вопрос интересный. Я думал, он такой же ублюдок, да? Так, лазушки. Я расскажу вам почему. Я расскажу тебе, что тут случилось, падре. Босс, случилось тут какое-то дерьмецо. Я смотрю, что мостик, знаете, на чистом слове держится. А в реальности было бы, наверное, страшно тут пройти, но так, довольно-таки забавно. Привет. Падай. Все, ублюдка мы раздали, можно двигаться дальше. Опять же, друзья, если вы используете мышь с низким DPI, ну, где можно регулировать, например, от высокого до очень низкого по чувствительности, советую поставить пониже. Это реально помогает. Очень удобно целься. Мышка не скачет туда-сюда, потому что если инверсия и чувствительность очень большие, будет довольно-таки проблемно. Падайте, хуеплеты. Так, отлично. Его там не видно, он где-то в зарослях зашкирился, падла такая. Э, чаганаду. Падаем. Копичненько, падаем. А что у нас есть? У нас есть ружье. Давайте пока застреляем уже эту парочку смертников так, как есть. А дальше уже попробуем. Ах ты, мать твою, а. Вдохни, что ж ты такое? Ты живой, а. Добрите. Сучарки-то, а. Во. В голову каждый раз. Найс. Дают по 150 очков. 50 это просто в тело, 100 это просто в голову. 150 это, по-моему, если в движении или в падении там засчитываются некоторые бонусные очки, что тоже немаловажно. Так, патронов не так-то много, кстати. Лесопилка, куда нам сюда? Походу дело да. Так, вот, что я хочу. Винтовка, она реально классная. Очень убойная, сносит практически с любой дистанции. Главное только четко нацелиться. Так, что-то мы, по-моему, с пути-то сбежали. Давайте посмотрим назад, вернемся. Тут нас поляки огородили от того, чтобы мы никуда не вылезли, поэтому движемся в обратном направлении. Так, наверное, вот сюда. Хотя, по-моему, я оттуда пришел. Или оттуда я пришел, я уже не знаю. У меня одна цель найти этого ублюдка. Ух ты, смотрите, оно подсвечено. Опа, нет? Оно было подсвечено, и я думал, что так надо. Это дело сделать, чтобы потом эти бревна нам на голову-то не упали. О! Твою мать. Готово. Готово. Раздача сладу прошла успешно. Жалко, что в этих попыхах тяжеловато читать. О, вот сюда. Нет. Падай, падай, мать твою. Падай, епта. Так, присели. О, вот. Вот. Нам дали 630 очков. Вот это эпичненько. Потому что по-другому быть не может. Тут, кстати, много таких кранов стоит. Поэтому за каждый такой разрушенный кран дают энное количество очков, что тихо, немаловажно. Готово. Вот такой вот, друзья, отстрел. Люди писали, что игрушка довольно короткая. То есть 4-5 часов в среднем нам тут будут рассказывать, втирать сюжет. Так, почему оно? Ммм, дробовик. Но я не хочу. Я предпочитаю слышать, как воют птички за окном и ходить с винтовкой. Это, знаете, это похоже на грибной дождик. Вроде как солнышко светит, плюс идет такой вот... Даже на ливень чем-то напоминает. Потому что грибной дождик, он такой мелкий-мелкий. Как грибочки, епта. После него хорошо грибочки встают. Или у грибочков встают. Ну, это не важно. Так, водяная бельница. И полезного мало. Нет, как ты не мой твой, я даже куда-то взялся-то, падла. И братцу твоему мы тоже в холеборезку-то прописали. Так, чудесно. У нас идет как-то все, да, в замедленном темпе. Это было хорошо, если бы там врагов-то поболее было. Но там было всего два головореза. И с ними мы успешно справились. Так, ничего. Вы знаете, тут можно заблудиться. Вполне себе реально так. Проберитесь во двор лесопилки и найдите курчавого Билла. Наша задачка — курчавый Билл. Наша новая цель. Это, знаете, чем-то на Хитмена похоже. А тот каждое задание выполнял какую-то конкретную цель. Убивал кого-то за бабло. Какую-то высокопоставленную персону. Тут то же самое примерно. Каждый раз мы куда-то движемся в поисках новой дуэли, чтобы кого-то загандошить. О, упырята. Ну что, упыренки? Держите вам сюрпризик. У-ху! Полет! Навигатор! Падай, говно! Еще один динамит. Давайте полюбуемся. По-моему, подействовало. По-моему, очень даже подействовало. Так, что-то мы сегодня немножко косим. Хуёп. Отлично. Найсова. Теперь можно двигаться далее. Не забываем, опять же, лутать их. Тем самым подбирая патроны. Ой. Много нужного. Может, там еще кто-то есть. В голову. А жалко, что нельзя сделать какой-то про... О, этим пацкам надо обязательно динамит еще. У-ху! Динамит плюс динамит. Подает офигенный такой вот взрывчик. Так, готово. Да, я думал, что после Дэд Айленда полякам будет тяжеловат. Но мы также ждем нового Ведьмака третьего. Хотя там неизвестно, будет, не будет. Падай. Какой он здоровый-то, да? Вы видели, какие они все огромные на самом-то деле. А мы просто бегаем и валяем их налево и направо. Готово. Так, там, по-моему, было несколько этих ублюдков. Да-да-да, давайте им кинем туда генамит, хотел сказать. Хуяри ты! У-ху-ху! Новый уровень, деточка. Так, что там нам качнули? Звералов, рейджер. И стрелок с двумя стволами. Так, меткий стрелок на больших дистанциях. Быстрая перезарядка винтовки. Перезаряжайте свою винтовку в мгновение ока. Это хорошо. Я, пожалуй, воспользуюсь такой возможностью, потому что быстрая перезарядка во многих играх она решает. Там еще один, да? Угу. Готовченько. Смотрите, как классно сделано. А, игра, на самом деле, вот этот, как он там, хром-эйнджин или как-то так называется, движок, на котором сделан Dead Island и вот сие творение в стиле вестерна. Оно не очень хорошо записывается, потому что есть некие проблемы с оптимизацией, несмотря на то, что игра якобы выдает сотню FPS. Но проблемы некоторого рода есть. Я, может быть, потом о них расскажу. Но это будет только интересно тем, кто записывает геймплейные видеоролики. Так, мы добрались непосредственно до эпицентра этой лесопилки и надо найти нашу цель. Я почти дошел до этого момента, Бен. Что-то мне хочется сказать, падре. Падре звучит эпично. Так, что тут? Забираем секретик. Забираем патру... Что у нас там? Джонни Ринго. Джонни Ринго, Джон Питерс Ринго, родился 3 мая 1850-го года и прожил 32 жестоких года. Он вошел в историю как бандит и стрелок, который в последние годы жизни был тесно связан с бандой ковбоев. Вот, это наша цель, и дроботан я не хочу, дробовик мне абсолютно тут не нужен, хотя вместо одного пистолета я бы его взял. Но, по-моему, наш главгерой носить много всего не может. Кстати, Найцева, так скажу, очень даже неплохо все выглядит. Но ни одной графикой, как говорится, живы-то здоровы. Да уж. Сюда можно зайти, нельзя. Ладушки. Нельзя, так нельзя. Не знаете, чего тут не хватает? Бобров, бобрюник не хватает. Вот, коренные жители подобных мест, это бобрюник. Тут и в самом деле все держится на чистом слое. Посмотрите, все как делано корявенько. Но, тем не менее, эти конструкции служили очень долго. Так что, вот как-то смотрите, какие тут промышленные леса у них, да? Жизнь такая. Так, что-то мне не нравится. Я сразу почему-то вспоминаю Алана Уэйка. Там тоже была лесопилка-пирожок называлась. Забираем подрожки. Курчавый Билл, Джонни Ринго и их приятели убежали во двор. И у нас контрольная точка. Ой, Амиго хлопнет, зарядит и хлопнет. Курчавый Билл. Мазафака. Наша новая цель, курчавый ублюдок. Победите Курчавого. Хрен не пать. Так, ну что? Давайте найдем Курчавого Билла. Он либо с пулеметом, либо с какой-нибудь хренью, который потом проблемным будет. А Курчавый, Курчавенький, привет. Ты Курчавый? Курчавый, падай, мать твою. Падай, сочка, падай. Оу. Так, по-моему, у нас гандошит сзади где-то. Так, давайте найдем Курчавого. Билли. Билли, детка. Билли, where are you, Билли? Что-то Билли нигде нету, мне это печально. И кто-то, кто-то нас... Привет, Билли. Так, одешь ты, Билли. Падай, говно, падай, мать твою. Откладаемся. Тихо, 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 побежали. А то этот Билли Курчавый еще загандошит у нас ненароком-то. Так, окейшки. А, это простые враги, видите, они попадаются тут тоже. А как бы мешая нам расправиться с конечной нашей целью. Хоп. И нет головы. Мама, мама, мне что-то в глаз попало. Хуярь этого Амиго, еб-то. Не-не-не-не, щас угандошит. Беги. Так, у него осталось жизни на один пук. Тихо. Тихо, 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 штапешечка. Так, ща найдем его. А вон он бегает. Его не заметить среди этих досок очень так. Нет. Падай, говно. Отклоняемся. Все. Лосос снова убили, теперь можно двигаться далее. Но Ринго нигде не было. Мы искали Ринго, а встретили его помощничка. Я знал, что вы не убивали Джонни Ринго, потому что мы нашли его тело мертвым в другом месте. Вот что интересно. А кто убийца, до сих пор неизвестно. Мне понадобилось несколько месяцев, чтобы наконец-то выследить его задницу. Вот у нас так это все быстро прошло. Мы могли сейчас лицезреть воочию. И опять же контрольная точка. Я так понимаю, сейчас будет опять же... Даже не опять основа дуэлька. Это... Стало уже нормально. Следующий. Кто станет у руля и схватит пулю, это будет Джонни Ринго. Сейчас мы посмотрим. Вот наша цель. Джонни Ринго. Но на фотографии Джонни был немножко другой. Но... Тем не менее, так. Надо двигать руку. Это не совсем просто, друзья, я вам скажу. Так, давай-давай-давай-давай-давай-давай. Давай, ну! Стреляй же, гнида! Стреляй! О! Фу, вроде честно, да? Я надеюсь, что мне дуэльку засчитают честно. У меня фокус 91%, а скорость 1,7%. Получилось, получилось, да, как в мультике продажа путешественницы. Меткость наша возросла на целых 2% по сравнению с прошлыми частями, которые мы проходили в этой игре. Была 61, стала 63. Честно, убит в дуэли Джонни и Ринго. Фокус у нас практически стопроцентный. То есть, поражение цели было бы в любом случае критическим. Свидетель с подлинностью... А, ну ладно. Все, друзья, идем дальше. Вот такая вот небольшая статистика. И продолжим уже в следующей серии.